Привет-привет! Сегодня будем краситься. Предлагаю вам повторить макияж с красной помадой, который я делала на день рождения. Ну а вообще макияж с красной помадой считается классикой. Да и давно уже на канале не было никакого видео про макияж, поэтому спешу поделиться. Если вам понравится мой вариант макияжа с красной помадой, ставьте палец вверх. Возможно, какие-то приемы, которые я буду использовать, вы тоже возьмете для себя на заметку. Ну и, конечно же, буду очень рада видеть вас на моем канале. Присоединяйтесь, подписывайтесь, потому что у меня современный взгляд на стиль и масса полезных советов. Все, чтобы вас вдохновить. Вообще, что касается макияжа, я всегда за более натуральные и простые решения, поэтому никаких огромных палитр с тенями не будет, точно так же, как не будет стрелок и накладных ресниц. Ну и, в принципе, на мой взгляд, макияж, он не должен занимать слишком много времени. Макияж на каждый день 5-10 минут, макияж вечерний, макияж на праздник, на выход, если у вас какое-то мероприятие, 15-20 минут. Ну и давайте уже переходить непосредственно к самому макияжу. Приглашаю вас в ванную комнату. Начинаю макияж с бальзама для губ. У меня сейчас от Nuxe. Далее выравниваю тон лица с помощью средства от MAC, Fashion Body Foundation, и буду использовать Beauty Blender. Думаю, что многие из вас знают про этот тональный крем. У него очень легкая текстура, и в составе есть светоотражающие частицы, которые придают коже очень красивое сияние. У меня в формате 50 миллилитров, не так часто пользуюсь и удобно брать с собой, особенно в путешествии, в том числе и в ручную кладь, но он бывает еще и в формате 120 миллилитров. Затем использую консилер. У меня, как обычно, Sensei. Наношу точечно область вокруг глаз, не растираю, вбиваю пальчиком. Центр лба, область вокруг носа, спинка носа, немного на веки. Маскирую недостатки, уголки губ, центр подбородка и галочка над верхней губой. Далее, перехожу к бровям. У меня карандаш от MAC, пользуюсь им постоянно, ни на что другое не меняю. Также буду использовать кисточку и технику трех точек. О ней рассказывала подробно в моем видео о макияже на каждый день. И здесь очень важно именно легкие движения без особого нажатия, чтобы опять же добиться эффекта натуральности и немного подчеркнуть естественную форму бровей. Слишком темные брови, слишком четкая форма, четкое очертание — это не моя цель. Далее, на круглую кисть с натуральным ворсом набираю немного хайлайтера из палетки бронзер хайлайтер от Charlotte Tilbury и добавляю в складку века, поднимаюсь наверх и немного на брови. Тени использую кремовые, оттенок номер девять от Armani, наношу на подвижное веко и растушевываю пальчиком. Очень красивый оттенок, шикарно выглядит, особенно вечером, но честно признаюсь, использую их сейчас и в моем дневном макияже, потому что очень понравились. Также тени наношу немного на галочку, использую круглую кисть в виде бочонка, чтобы растушевать. И немного на нижнее веко. То же самое, использую кисточку круглую в виде бочонка, чтобы немножко растушевать. Добавляю еще немного теней на подвижное веко, чтобы они выглядели более насыщенно, чуть-чуть растушевываю пальчиком. А с помощью круглой кисточки добавляю еще немного хайлайтера в складку века. Переходим к ресницам. Использую щипцы от Kevin O'Coin. Они очень хорошие, делают идеальный изгиб. И наношу тушь тоже от Kevin O'Coin. Она запечатывает ресницы и смывается теплой водой. Тщательно прокрашиваю ресницы от основания к кончикам, чтобы появилась драма на глазах. Макияж вечерний, чтобы глаза тоже выглядели выразительно. Пока что накрасила только верхние ресницы и перехожу на хайлайтер. У меня кремовый. Добавляю немножко на скулы. Опять же, вбиваю пальчиком. Чуть-чуть на спинку носа и на галочку над верхней губой. Все тщательно растушевываю. Возвращаюсь к туше и прокрашиваю теперь уже нижние ресницы. Главное не спешить, потому что любой макияж он любит аккуратность. Поэтому ватная палочка это лучший друг. Убираю все неточности и теперь можно переходить к губам. Контур губ обведу карандашом, так как помада яркая, чтобы она не растеклась в течение вечера. И здесь я намеренно использую розовый оттенок карандаша для губ, а не красный. Опять же, так контур будет смотреться чуть легче. И переходим непосредственно к красной помаде. У меня от Мак в оттенке Red Rock. И буду наносить помаду с помощью кисточки номер 318, тоже от Мак. Она компактная, телескопическая. И можно брать всегда с собой сумочку. Ну что, начинаю с нижней губы. И здесь все достаточно просто. Аккуратно иду по контуру. Кисть прилегает. Прокрашиваю сначала с одной стороны, потом с другой стороны и в центр. Теперь переходим наверх. И здесь намного сложнее, но главное не спешить. Что делаю я? Выбираю самую верхнюю точку и провожу кистью в противоположную сторону, то есть двигаюсь по диагонали. Сначала с одной стороны, потом с другой. Вот таким вот образом. Теперь перехожу на уголки губ и начинаю потихоньку подниматься, а с верхней точки наоборот. Двигаюсь к уголкам губ. Задача сделать красивый боковой объем на верхней губе. Не нарисовать прописную букву М, а все же сделать более круглый объем. Поэтому лучше всего использовать не острую кисть, а все-таки больше плоскую и прямоугольную. А в качестве техники, по большому счету, то есть от верхней точки мы начинаем спускаться, а из уголков губ и начинаем подниматься потихоньку. То есть я спускаюсь, поднимаюсь, спускаюсь, поднимаюсь и в какой-то момент верх и низы встретятся. И вот вам красивый объем. Красная помада, она не прощает неаккуратность, поэтому не спешу. Заполняю губы полностью помадой и готово. А теперь небольшая хитрость, но прежде пойду помою руки. Чтобы ваша красная помада не отпечатывалась на зубах, есть такой прием. Да-да, но зато работает. Сняли лишнее, можно не беспокоиться, зубы в течение вечера останутся чистыми. Осталось буквально парочка штрихов. Использую круглую кисть и добавляю бронзер из палетки от Charlotte Tilbury. Делаю очень легкую коррекцию, буквально скулы и боковые части лба. Все хорошо растушевываю, чуть-чуть на шею и добавляю немножко румян. Использую большую кисть, чтобы опять же все хорошо-хорошо растушевать. И все, я готова. Кстати, все ссылки на косметику оставлю внизу под этим видео в описании. Ну вот, такой вот получился у меня макияж с красной помадой. Надеюсь, он вам понравился. Спасибо большое за то, что вы провели это время вместе со мной. Мы с вами увидимся, как обычно, в следующую субботу. Я вас всех целую и обнимаю. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok